Привет, друзья! Я Григорий Герман. Ребята, на этой неделе сказочный мир российской пропаганды со сказочными долбнями, сказочными тезисами и сказочными нарративами, которые молочными реками вливаются в кисельные мозги верных зрителей федеральных каналов, подарил нам незабываемое и довольно редкое зрелище. Зрелище на грани сказки и реальности, вымысла и фотографического отображения бытия без ретуши и фотошопа. Сегодняшняя выборка пропагандонских перлов — это не просто рейтинг феноменальных по своей идиотичности высказываний, парад самонадеянности и топ-вранья. Это самая настоящая гонка, причем гонка дедов-мопедов. Вот оно как-то само так сложилось, что сегодня в лучшей пропагандонской пятерке сплошь и рядом седовласые мужики, снабженные моторчиками в скрепных местах, которые заставляют их выступать с тупейшими заявлениями в студиях, а не сидеть на завалинке и сплевывать махру, обсуждать с такими же вялыми перцами давление, радикулит суставы и порядок при Сталине. Наши деды-мопеды активны и подвижны, что в их случае делает их всех еще более комичными. На гоночный трек нашего топа сегодня выходят тандем-мопед из мануфактуры Сидорова и Соловьева, алкомопед-гурулев, электроскутер, ну или он таким себя считает, Евстафьев, и, наконец, тоскливый педальный велосипед с моторчиком Ходоренок. А наблюдать за всей этой моторизованной гериатрической гонкой мы будем вместе с Игорем Рейтеровичем, так что наливайте себе светлого и нефильтрованного чая, ведь гонки всегда смотрят с чаем. И начнем нашу лучшую пропагандонскую пятерку! Поехали! Ну а на пятом месте у нас вовсе не мопед. Да, вот такой вот сюрприз для красоты и понимания всей парадоксальности происходящего. На трек выходит педальный конь по кличке Мордан. На самом деле он Ключенков, но называет себя то Морданом, то Лелекой, то даже фашистовующим пигмеем, что наиболее близко к истине. Потому что на самом деле оно скорее не конь, а лошадь Пржевальского. Довольно злобная и агрессивная, но все-таки не конь, а лошадь. Но агрессивным и злобным он может быть исключительно по причине своей полной безопасности. Ну вот право слово. Такие вот лошадки могут сколько угодно клацать зубами, однако масштаб-то виден всем. Поэтому его и не воспринимают всерьез, как тявкающая чихуахуа, да? Морда злобная, гавкает громко, отвратительным голосом, но, ну вы понимаете, да? Вот так вот, и все. Это кого, конечно же, не обижает и заставляет еще более злобно ржать, отчего всем становится еще смешнее. А выпускаем мы его перед началом гонки, потому что, в общем и целом, Мордан — это довольно неплохая иллюстрация того, насколько вырождается порода российской журналистики и российских медиа в целом. Вот уже опустились до Мордана. Ниже только мыши. Я расстрою не то, чтобы нас с вами, а всех остальных бесполезно расстраивать, потому что они это заметили гораздо раньше, чем мы, и они прямо об этом пишут. Они продолжают писать о том, что русские неисправимы, что русские остаются все той же самой Российской империей, которая непрерывно расширяется, которая отказывает Украине в каком-то там самосознании в том, что они могут быть отдельной страной. Да, именно так. Мы отказываем Украине в том, что она может быть отдельной страной. Отказываем. Совершенно высокомерно. Причем настолько высокомерно, что настаиваем на том, что мы один народ. Просто представьте себе, вот такого агрессора. Другого такого агрессора не существует. Да, мы гордимся русской армией. Да, мы считаем, что самое ценное, что может быть в русском хозяйстве, это 10 тысяч танков, которые должны находиться на постоянном хранении и в полной боевой готовности. Это то, за что мы готовы платить. Вот что такое русский культурный код. Он забыл добавить еще и про 10 тысяч крепостных. Да, то есть, танки как бы мало. Вот для русской культуры и русского духа не хватает крепостных и какого-то мастерального пейзажа. Значит, где барин будет на бричке это все объезжать и спрашивает, как мужики, как живете. Да, да, да. На самом деле это прекрасная история, тут даже комментировать особо нечего, потому что они сами про себя все говорят, прямым текстом. То есть, весь мир вас считает какими-то варварами по состоянию на сегодня. Вы такими заявлениями это просто подтверждаете. То есть, наша культура это 10 тысяч танков. То есть, это не какие-то другие вещи, не знаю, там, бесплатный патент на лекарство, которое спасет от какой-то болезни, еще какие-то там, ну, важные там научные или другие открытия, там, быстрый интернет, спутники, которые там помогут решить массу каких-то вопросов. 10 тысяч танков, которые у нас постоянно должны находиться на хранении. Я так понимаю, они труппу Большого театра привезут на этих 10 тысяч танков, и они где-то там должны будут по логике выступать. Есть, правда, один нюанс, танков уже далеко не 10 тысяч, а с тех, которых даже на хранении остались, далеко не все поедут. Поэтому в этом плане, как бы, история может складываться совсем по-другому, не так, как они себе представляют. У них на самом же деле, смотри, ведь еще одной частью русского культурного кода, как он сказал, является же еще и то, что из этих 10 тысяч танков на бумаге, которые боеготовые, из них на самом деле есть 8, еще 2 в ржавчине, из этих 8, 3 тысячи разворованы к монахам, хотя деньги выделяются именно на 10 тысяч. И это тоже является частью культурного кода. И частью культурного кода, как ты абсолютно верно сказал, является 10 миллионов крепостных. Ну, давай так, будем идти по десяточкам. Я думаю, там больше на самом деле. Да, 10 процентов от любого бюджета тратится именно на цель бюджета, а 90 процентов разворовывается. Это тоже часть российского культурного кода? Нет, это прекрасная на самом деле история, которая мне напомнила, как где-то там с хранения сняли 10 БТРов, по-моему, это реальная история. Оказалось, там у семьи из них кто-то украл аккумуляторы. Значит, все прапорщики, которые за ней, там, младший лейтенант, который отвечал за это, тупили глаза в пол и делали вид, что они как бы ни при чем. Но всем и так было понятно, кто этим занимался. Поэтому воровать, строить танки, грозить всему миру и рассказывать про какое-то величие, вот это вот часть культурного кода россиян. Прекрасная история, которую они сами напоминают всему миру и делают все для того, чтобы к ним относились так, как к ним сейчас относятся. Они почему-то думают, что к ним будут относиться как к таким аутлоу. Да, мы вот такие, знаешь, как к мальчишам-плохишам, которые обычно по легендам очень нравятся девушкам. Да, но вопрос заключается в том, что к ним не относятся как к аутлоу. К ним относятся исключительно как к какой-то мерзости, пакости, да, и как еще в карикатуре 1901 года, да, когда там свобода оттирает земной шар, да, и у тебя что здесь получилось? Извини, это Россия, да, то есть вот такое большое черное пятно. Вот спасибо большое, что благодаря Путину, благодаря Мордану мир вспомнил, как он относился к России, а то за эти 30 лет как-то привыкли к мысли о том, что... Подзабыли, да, и какие-то иллюзии появились. Но они эти иллюзии в дебезги разбили, и сейчас все делают для того, чтобы вот это понимание максимально утвердить во всех странах. Ну все, возвращаемся к механизированным пенсам российской пропаганды. И на четвертом месте у нас уникальный экземпляр тандемного мопеда с двумя рулями, которые смотрят в разные стороны, такой двухколесный, те не толкай. На одно седалище садится Сидоров, который не кассир, а на втором находится Соловьев, который не еврей. И с одинаковым азартом они пытаются ехать в разные стороны, моторчики дырчат, деды пузырятся. Один предсказывает третью войну, которую России придется вести одновременно, плюс, матерясь в глубине души, пытается напомнить всем, чем заканчивались подобные истории для держав, которые были посильнее России. Ну а другой пытается вырулить, мол, да ничего, наши прадеды, Эван, и тех, и тех, одной левой, пару миллионов людей угробили, но ого-го. Короче, феноменальное зрелище. Наслаждайтесь. У России два конфликта на руках, уже есть, по сути дела. Это Украина и Сирия, потому что сейчас мы находимся ближе всего к этому конфликту. Там тоже, как и американские, там тоже наши войска. И поэтому я, разумеется, Андрей Викторович, им согласен насчет того, что надо укреплять тактическую часть. Мы это делаем, не знаю, как у нас по средствам выходит, и сможем ли мы тащить тоже третий конфликт, если он такой разразится на Дальнем Востоке. Конечно, можем. Ему надо реагировать на те угрозы, которые есть. Конечно, можем тащить и третий конфликт. И маленькая Советская Республика, напомню, тащила конфликты на всех фронтах. Противостояли Антанте, Вторжение, Белогвардейщин и вытащила. Мы умеем тащить. Третий конфликт у нас тоже может возникнуть. Японию не случайно накачивают. А учитывая вот эту стратегическую линию, которую протягивает, это встречат на троих Байдена с двумя. Будет война. Япония в последнее время сильно зудит у российских пропагандонов. Да, вот опухло и воспалилось что-то там. Ну, она, во-первых, помогает Украине по максимуму раз. Во-вторых, до минимума свела торговлю с Россией. А для России это было очень важное, скажем так, статья экспорта. И в-третьих, она действительно усиливает свои силы самообороны. Но это связано в первую очередь не столько с Россией, сколько с Северной Кореей, частично с Китаем. Но понятно, что россиянам страшно. А почему страшно? Потому что бюджет Японии военный, который не выделяет на силы самообороны, входит уже в пятерку бюджетов мировых. То есть, на самом деле, у них как бы армии нет, а деньги на армию есть. А в России как бы ситуация несколько как бы другая. Армия есть, но денег на нее почему-то не хватает постоянно. И они как бы затягивают регулярно пояса. Ну, и зудит, потому что понимает, что по Курильским островам вопросы же никуда не делись. И на самом деле, они их фактически оккупировали. Договор до сих пор не подписан. И рано или поздно от этого придется отказываться. В тот или иной способ. Ну, в конце концов, если с Китаем получилось, отдали же массу всего, массу территорий Китайской Народной Республики. Причем даже не в аренду, а просто передали составы именно Китайской Народной Республики. Ну, возможно, рано или поздно придет понимание и по Японии, про то, что лучше эти острова отдать. Там люди хотя бы жить нормально начнут, а не выживать, как это сейчас происходит. С такими ресурсами так плохо жить, но это надо как бы умудриться. Ну, вообще, в принципе, давайте вспомним о том, что на Дальнем Востоке всегда была зона напряжения, и всегда была зона конфликта. Но это немножко не та зона конфликта, о которой они сейчас говорят. То есть с Японией, конечно, были терки всегда по поводу островов. Но вот войны, причем открытые огневые конфликты, были не с Японией, а были с Китаем. Китаем, который сейчас накачивается силами, накачивается желанием и потенцией, как бы двузначно это ни звучало, захватить новые земли, которые сейчас пока что еще принадлежат России. Китай с Сюзерен, кто против Сюзерена голос поднимет, да? На Японию можно погавкать, тем более, что они прекрасно понимают, что Япония на них нападать не будет, и никакие агрессивные инвестиции это принимать не будет. То есть это только если они сами спровоцируют, и сами какой-то конфликт начнут. С другой стороны, это, знаете, может быть уже на перспективу очень отдаленно подготовка общественного мнения, чтобы потом передать острова или продать. В них же станет Аляску, уже когда-то продали. В принципе, почему бы не продать Курилы или, например, Сахалин, подать это через какой-то там интересный момент, в принципе, и показать, что мы на самом деле не отказываемся, а просто принимаем сложное, но такое подготовленное решение в интересах государства. Ну а про маленькую Советскую Республику и там три или четыре конфликта, это, конечно, соловьев за дно, потому что последняя страна, которая принимала участие в войне сразу на несколько фронтов, она очень плохо кончила, прям очень плохо кончила. Два раза. А фюрер этой страны вообще застрелился. Поэтому, если Россия хочет повторить этот путь, ну прекрасно, почему бы не опускай, раздут где-нибудь еще конфликт, выигрывают по полной. Зато потом с чувством выполненной работы скажут, что мы старались, но не смогла я, не смогла. Получилось, как получилось. Пришло время принимать тяжелое, непопулярное решение по островам Курильской гряды и передавать их Японии за два автомобиля Toyota Camry 2005 года выпуска. Очень выгодная сделка. Очень выгодная. Они праворульные, но это на самом деле ничего, в принципе, легко ездить, ты привыкаешь очень быстро, поэтому решение сложное, но чрезвычайно выгодное. На третьем месте нашей лучшей пропагандистской пятерки лучшая иллюстрация к словосочетанию «Дед Мопед», если вы его раньше не встречали, это словосочетание. Оно, насколько я помню, родилось еще в советской армии и означало престарелого хрыча в погонах, не ниже полковничьих, на какой-то сильно штабной должности, который с азартом и маразмом наперевес приезжает из теплого штабного кабинета в какую-то часть и начинает выносить всем мозг цветом бордюров, бритостью подбородков и журналами заполнения журналов. «Дед Мопед», которого, в принципе, было бы неплохо пристрелить, но субординация, да и вообще, главное перетерпеть, напоить и выслушать про то, как он Жукову на Холхенголе патроны подносил. Про выпить я ведь недаром вспомнил. Наш «Дед Мопед» ездит исключительно на бухле, объем двигла вариативной от 0,5 до полторухи в один бак, что, конечно же, отражается на его способности держать дорогу. Вот сейчас, сейчас, сейчас его снесет в кювет, где на него нападет Япония. Продажа ракет «Тамагавк» Японии, которые напрямую, я хочу сказать, угрожают территории Российской Федерации. И на сегодня есть момент, мы же все увлечены Украиной, где-то Ближним Востоком, а ведь есть ядерное сдерживание, а есть неядерное еще. И вот вопрос неядерного сдерживания, надо понимать, что на одной подводной лодке, типа «Агайо», находится почти 200 ракет «Тамагавк», которые на расстоянии полторы тысячи километров могут практически проразить любую цель. Да, недозвуковые, да, по ним хорошо работает ПВО. Ну, хорошо работает ПВО в 10, 20, но когда полетит 180, не любая система ПВО, она просто перегрузится автоматически. Это надо прекрасно понимать, здесь не надо писать каких-то иллюзий. Теперь следующий момент, а что это такое? Да это исходные данные. Нам надо усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 100% необходимы, коль Япония сегодня взяла полнейшую курс на милитаризацию своих островов. Я так понял, это на самом деле какие-то панические заявления, и за это может прилететь с ФСБ. То есть там 200 ракет с объемом 20, интересно, на 180 долетит. То есть 10-20 с объемом, это какая-то вообще безграничная вера в российское ПВО. Просто вот вообще без каких-либо условностей. 20 из 200 с объемом 10%. И значит, с остальным надо будет что-то делать. Остальное просто будете сбивать танками, самолетами, не знаю, там, автостанциями какими-то, заправками и этими штабными пунктами с боекомплектом. Как раз будет нормальная история. Да, да, сбивать ракеты и беспилотники целями, это же на самом деле любимая российская забава. Надежный метод, работает инфа-сотка. То самое главное. И причем в этом случае невозможно же перегрузить такую ПВО. Все ракеты, которые прилетают, они все сбиваются целью. Прекрасно говоря. Но есть нюанс. Но есть нюанс. У нас как бы никого особо волновать не будут, потому что скажут, что мы мало работали, мало тратили на оборону, но нужно еще больше бюджет заложить. С учетом того, что половину распилят, а может быть даже и не половину. И это уйдет на дачи генералов. Главное, чтобы тамагавки до дачи генералов не долетели. Попали в какие-то другие объекты. Но в принципе по дачам и не прилетает особо, потому что дачи никому не нужны. По кому там стрелять? По котам, собакам. И приступе, которая у них там живет. Но это тоже несчастные люди, которые оказались вот в такой, скажем так, ситуации. А по всему остальному, это он только про одну подводную лодку, кстати, говорит. А если там умножить на количество подводных лодок, которые есть у Соединенных Штатов, а если добавить еще количество крейсеров, управляемого ракетного оружия, и фрегатов, управляемого ракетного оружия, и эсминцев, а-ля-ля Эрлиберг, то тогда возникает вообще удивительная абсолютно ситуация, а когда тут не то, что там российское ПВО, тут никакое, даже мифическое ПВО не выдержит такого количества тамагавков, которые полетят в эту сторону. Ну да, и война может превратиться в компьютерную игру, да, где одни сидят за пультом и как бы просто стреляют по целям, а другие не понимают, что вообще происходит, и откуда сигналы тревоги, взрывы, и масса других каких-то вещей. Ну это хорошо на самом деле, что они признают техническое превосходство, и думают теперь, как с этой ситуацией выходить. Ну тут история очень простая, просто с Украины для начала уберитесь, а дальше там все думают по поводу того, направлять на вас тамагавки или не направлять. И более того, это же еще один выход из ситуации, когда им, как сказал Гурулев, необходимо усиливаться в Тихоокеанском регионе. Так нет проблем, ребята, у вас тут 400 тысяч солдат, непонятно, что делают на территории Украины. Отправляйте... Сильный там. Отправляйте минимум 200 тысяч, половину туда, в Тихоокеанский регион, они там мерзнут в сибирских морозах, и усиливают тем самым Тихоокеанский регион. Все же просто на самом деле. Если где-то что-то должно прибыть, значит где-то что-то должно... Где-то должно убыть. Да, это хороший, как говорят, отправить туда. Но посмотрим. Будем надеяться, что такая идея придет кому-то в голову из российского руководства. На второе место выруливает дед-мопед от псевдополитологии Дмитрий Дырдыр Евстафьев. Если другие деды-мопеды дырчат реально громко, то этот шепчет. Потому что вместо пламенного советского мотора у него хоть и дешевый, но китайский электрический. Поэтому в нетребовательных пропагандонских дедомопедовских кругах он считается способным на генерацию оригинальных идей. Напомню, опять и не устану напоминать, что именно из-под этих усов родилась в мир идея о том, что британская королева с земля и пухом лично одобряла подрыв бомбы с последующим переходом некоей Дарьи Дугиной в бестелесное состояние. Представляете полеты по фантазии, да? Но он пошел дальше и предложил России удивить чем-то Америку. Да, Геннадьевич, все в твоих руках. Выдай теорию, что Байден лично одобрил прожарку Владлена Татарского. Американцы очень удивятся. Даю слово. Пока американцы, вот там же шутили, они же все шутят, комики у них шутят, а шутят они потому, что они не ощущают для себя никакой угрозы с нашей стороны. Они считают, они создали ситуацию, когда война где-то, война с кем-то и война как-то. А вот переход нас к созданию военно-технических средств для неядерного сдерживания Соединенных Штатов, создания у них этой новой уязвимости. Вот это будет хороший ход. А вообще нам пора их чем-то удивлять. Удивим, победим. Правда чем-то удивляет. Слушай, это напоминает маньяка, который выбирается, экземициониста, который выбирается в парк и там, значит, бегает с этим с пальто и всех чем-то удивляет. Да, потому что реакция общественности именно такая, как в анекдоте «Батюшки, яйца-то забыла!» Да, 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 да. Но тем не менее они при этом как бы стараются опять-таки выдавать желаемое за действительное, что какие-то технические новшества, какое-то преимущество, где-то как-то надо получить, куда-то запустить и что-то, ну и что-то в результате сделать. Ну, это очень жалко на самом деле выглядит. Почему? Потому что нет никаких фактов, которые не могли бы предложить под эту историю. Особенно мне понравилось там про неядерное сдерживание Соединенных Штатов. Просто вопрос, где вы их сдерживать собираете, какой из точки мира. Ну, наверное, уже в Финляндии. В принципе, граница большая, но все позакрывали, за водкой теперь не съездишь. Что приведет к определенным проблемам и ухудшению ситуации вообще на пропагандистских этих всех ресурсах. Ну, что пить начнут в мурдях, так как они хоть пили какую-то более-менее лицензионную водку, а теперь, значит, будут что-то там у себя подяжить, разливать, но это приведет к каким-то неизбудимым последствиям. Это однозначно. Причем получится именно неядерное сдерживание. Неядерное сдерживание. Только совсем не так, совсем не тем, скажем, да, и мягко, когда будет не тот формат, на который они надеялись. Но главное что-то громко заявить, что мы какую-то вундервафль там готовим. У нас, соответственно, какое-то будет там супероружие. И мы с помощью этого супероружия, значит, все будем сдерживать и будем отсель грозить мы будем шведам. Но они как бы уже нагрозились по полной программе и закончилось это все не очень хорошо. Но вообще, вот что интересно, у них же до этого, в течение всего этого времени, они же кидались направо и налево всякими разными дурацкими названиями типа Лошарика, типа Посейдона, типа Пуревестника, что у них там еще Горда Рейла между тучами и морем, да, в мультике по Молнии и подобной. То есть, судя по всему, этого уже не хватает. Если опять пошли разговоры о том, что нужно еще что-то изобрести из области неядерного сдерживания. Нет, так оно, этого вообще не хватает. Почему? Потому что они же смотрят на испытания, скажем так, вооружений, конвенционных, которые происходят на Западе на сегодняшний день. И когда они видят там бомбардировщик нового поколения, но он может нести ядерное оружие, может нести неядерное, кстати, оружие. Они просто, наверное, извините, офигевают от этого, поскольку это какая-то абсолютно футуристическая такая история, которая, значит, бесшумно летит, бесшумно как бы бомбит, делает массу каких-то других вещей. А у них лошарики по сей до. Но оно как-то вот выглядит совсем нехорошо, поэтому надо какую-то новую историю. вы страны, какую историю не могут придумать? У них вот ответ и неядерное сдерживание это расконсервирование танков 50-х, 60-х годов, которые они сейчас массово вытягивают. Ну и там 200 танков в год они вышли, в принципе, на производство, они пытаются там что-то делать, надеясь, что опять-таки танковый какой-то раж у них получится там до ла-манша, как это было по планам советского командования. Только уже такого количества танков нет, и ситуация не просто. Да и бурятов уже такого количества нет. Ну и главное, что да, нет бурятов, которые могут эти танки посадить, люки заварить и сказать им вперед к ла-маншу, да, через три дня попьете, поедите, вы сможете выйти. Поэтому приходится придумывать такое же мифическое оружие, как Посейдон, как Лошарик, не знаю, там Тяни, Тяни, Толкай, Оля, Лукоя, да, какой-то очередной вундервафли, которой они неядерно будут угрожать. По факту все равно получится конем-гарпун, как бы они ни старались. Ну и наконец, на первое место криво, косо, но обойдя всех остальных на повороте, въезжает самое жалкое создание из мира дедов-мопедов. Велосипед с моторчиком. Ну вот такой, вы знаете, недомопед и недовелосипед. Ни нашим, ни вашим, черти-чо с педалями. Ведь полковник Ходоренок это именно такое, ну что-то, да, точнее он был нормальным, ну условно назовем велосипедом, то есть военным экспертом, не новый, но вполне себе адекватный, да, экологичный, насаживал в студиях излишне пафосных и победобесных особей. Но в какой-то момент ему приделали моторчик пропагандиста и все, он теперь не эксперт и не пропагандист. Для эксперта он слишком склонен выдавать желаемое за действительное, а для пропагандиста он слишком нерешителен. Вот этот глазенки бегает, мнется, потому что чувствует шельма, шавурет. В заявлениях для прессы Лой Тосин сказал, приехал поддержать, ободрить, вселить уверенность. Но ведь на самом деле же он даже в ходе своего разговора мог сказать, что у нас, например, будут определенные трудности финансирования не в тех объемах. У нас могут быть поставки вооружения и военной техники далеко не в тех объемах, которые вы запрашиваете. А это само по себе уже подталкивание к какому-то мирному разрешению проблемы. Вообще мне очень нравится вот этот вот такой финтушай, знаешь, как у Горинчи, у футболиста был такой, у него нога была одна короче, чем другая, поэтому он, когда делал свой финт, все на него велись. Да, вот здесь точно так же. У них логика хромая на одну ногу. Поэтому Лойт, конечно, сказал, что, мол, типа мы приехали, чтобы вас поддержать, но он же мог им сказать в личной беседе, что будет меньше денег. Ну, мог же. Ну, это стандартная практика пропагандонов. Они, в принципе, всегда домысливают за других, что они хотели сказать или что они имели в виду. Причем, это домысливание почему-то всегда оказывается в пользу Российской Федерации. Конечно. к сожалению, для неискушенного, скажем так, российского зрителя этого достаточно. и у них даже появляется определенная сопричастность или ощущение сопричастности к какой-то глобальной политике, к решению каких-то там глобальных вещей и так далее. Но эти методички, они действительно не меняются, не меняются уже много лет, когда они рассказывают, что там на самом деле кто думал. Это, знаешь, напоминает очень историю с Мадлен Олбрэй, когда какой-то генерал российский где-то на какой-то конференции ляпнул, что мы с помощью какого-то прибора залезли к ней в голову и узнали, что она хочет захватить Сибирь. И потом эта история начала жить своей жизнью и закончилось это выступлением всем ведомого Путина, известного, который на одной конференции сказал, вы же знаете знаменитую фразу Мадлен Олбрэй, которую она сказала на конференции в Галлифаксе о том, что Россия как бы владеет Сибирью и надо эту Сибирью России забрать. Вот это в принципе то, чем живут все пропагандисты на России на сегодняшний день. Все, как и положено дедам-мопедам продырчали, завоняли всю студию выхлопом и удалились. Осталась только мелодия. Я ее ставить не буду, она просто не в моем вкусе. Группа Танатоморфоз, но слова там в перепеве очень точно отражают влияние и роль таких дедов-мопедов в современной России. Уже много лет строю из костей себе мопед. Вот такие вот деды и их дырчания превращают россиян в кости. Кости, гниющие где-то под Авдеевкой или в лесах под Черниговом, на левом берегу Херсонской области или в степях юга Украины. Из этих костей самый главный дед России строит себе мопед. А эти ему помогают. Такая вот каннибальщина по-русски в 21 веке. До следующей недели. И следующего топа лучшая пропагандистская пятерка. Ееееее.